Мы в городе Ловня, у нас две собственные производственные базы и у нас экспериментальная площадка с хозяйством в городском районе 60 гектаров. Мы понимаем, что заказчиком у нас является государство, и решение проблем государственных является для нас перспективной для бизнеса. Как правильно Виктория Гавриловна заметила, что проблема борьбы с плащевиком в Сосновском Советском Союзе является федеральной проблемой. Сейчас она не только на области, но и на федеральном уровне. Эта проблема озвучивается два с половиной года назад мы совместно с институтом проблем управления, то есть я всегда опираюсь на науку, мы механики, мы умеем собирать электронику. Я называю себя завхозом, то есть я обманываю в производственном участке, так называемое, так сказать. Значит, и два с половиной года назад я почувствовал, что проблема будет назревать всё серьёзнее и серьёзнее, и действительно сейчас это всё выходит на генеральные законы. Было принято решение о создании как специализированной техники, которая бы идентифицировала борщевик по имени, то есть подсветка листа, да, для определения географических координат непосредственно от чего борщевика. Программированным занимался институт проблем управления, в частности, параплеты, как по фамилии, параплеты, хорошая, я летал, как по фамилии. Значит, мы занимаемся, мы занимались эти три года строительством непосредственно летательных аппаратов. Как Екатерин Валент заметил, что два с половиной года назад на большой грамоте мы получили 20 миллионов на строительство такого аппарата, который сейчас увидим. В 19-м году мы испытали технологию у себя, у которого я буду рассказывать, то есть в этом году, после, я считаю, удачного эксперимента у себя, мы вышли и на муниципальную уровню Кушкина, мы вышли и на Олю губернатора, на вице-губернатора, министра сельского хозяйства с предложением о создании публичных кадастров. Значит, цифровой платформы связаны с обработкой информации касаемого публичных кадастров. Ну, начну я с того, что сначала надо в проблему увидеть, пожалуйста, первый слайд. То есть это беспилотный летательный аппарат нашего производства, который имеет возможность 4 часа находиться в мунии. Один беспилотный аппарат может 500 гектаров производить гель в зонтировании территории с помощью СЛОНК, построенный подборским систем. Сегодня программное обеспечение внешнее, то есть флешечка из беспилотника вставляется в специальный прибор, который автоматически сшивает карты. То есть прийти в беспилотник 50 метров для этого полоса подъемки с высоким разрешением. Значит, сшить карты – это большая проблема. То есть многие, многие в России занимаются сшиванием карты. Однако до сегодня мы сшиваем карты автоматически в течение нескольких минут после полета. Это большой очень программный эффект. Следующая у нас операция – это программирование американских камер в спектральной. Таким образом мы их скрыли, мы их подвезли. Из Америки хотя там не совсем пропускают. Мы их скрыли в спектральной. И скрыли в программу. То есть суть американской камеры такая. Ребята, мы даем вам всех программное обеспечение, но выгружайте на сервер в Америку. То есть фактически если мы цикруем Московскую область, то мы загрузим эту на сервер в Америку бесплатно. Мы нас смогут выключить в любой момент этот доступ к серверу. Потом мы некие секреты им расскажем. То есть, конечно, это непопустимо. Подарить высокоточную цифровую кадастровую карту Московской области на первом этапе. Подарить ее в Америку. Значит, сшили, получается, сшили карту. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, что позволяет нам эта карта? То есть, видео будет следующий слайд, и вы пробегите на следующий слайд. Вот да. Значит, вот здесь вот, что позволяет сделать это так? Слева, как натура, создаем здесь сейчас в Московской области, ну, фактически способом визуального контроля. То есть, к сожалению, работники администрации должны пешим ходом обследовать перчатки и определить визуально нахождение очагового очага, то есть, вот это вот Митровский район. Вот эти очаги, вот они обнаружили вот таким вот способом. Пешком вот здесь, вот они по-другому ходили. Фактически, после полета нашего беспилотника, мы видим большевики голубим светом и понимаем, что это визуально можно увидеть 5-10%. Просто 2-3 человека в администрации не могут обойти 20 тысяч гектаров земли. Физически просто не успевают. Значит, по сути, вот это вот очаги. Большевика, то есть, мы фактически цифровые, справа это отцифрованные комплекты, для пилотного задания уже по борьбе. Класс, слева, это панорамная фотосъемка. Значит, такой подход позволяет корректировать задания для муниципалитета. Особо точно, то есть, с точностью до метра. То есть, мы видим до двух сантиметров непосредственно само растение. И до метра мы видим очаги большевика, чтобы угадать вам порядное задание для окопа. Следующий слайд. Значит, большая проблема является для нас вот эти вот три наши участка. Общая площадь, площадь 60 метров. Значит, большой проблемой для обработки, с которой мы столкнулись в 19-м году, это определение, где пройдет беспилотник, где можно обрабатывать колесные техники, потому что это дешевле, то есть, штанги. Но я говорю обработки пестицидами. То есть, нельзя бороться с большевиком, просто в смахах участок. Это называется размножение большевика, черенкование. То есть, у него это мощное растение, мы его рубаем, и он с удовольствием расставит только за место одного растения, 4. Я с этим стал, на сути, в 17-м году, приобретенный участок, в 18-м году мы как раз в Пахаре сели. Значит, что получается? Мы видим рельеф. Значит, вот это вот цвета рельефа. И мы строим для сани, для того построили в 19-м году, сами для себя техническое задание на обработку и речи. Именно вот 2 гектара – это пешечная обработка, то есть, это лесные массивы где-то под кустами, куда не может пройти и техника, не может пройти и беспилотные наши средства. Вот здесь вот мы видим лес, вот это вот лес, то есть, это земля лесного фонда. Вот здесь вот ручей печет. Вот на ручье можно обработать только способом ручной обработки, то есть, это жировой человек самозащитник. Надо сказать, что глифосат, производимый компанией «Монсандр», да, это пестицид. На основании глифосата построены все рекомендованные пестициды, связанные с большой бочевиком. Он ядовитый для человека. Он экологически опасный для природы. Значит, в Америке прошли уже публикации официально, что при долгосрочном контакте с глифосатом возникают раковые заболевания. То есть, это очень серьезная проблема. На самом деле, мы просто, они уже там 10-15 лет назад исследовали ситуацию по здоровью, рабочей с глифосатом, да. У нас это еще даже не наступило. Вопрос, а можно ли бороться вручную с фасатом, да, с пищевиком. То есть, этот вопрос мы будем также продвигать, научную информацию будем продвигать, потому что наша технология все-таки она роботатизирована. И она связана только как защитой природы, так и защитой, так и защитой человека, значит, который работает. Ну, вернусь я опять к заказчику, то есть, так как я понимаю, что муниципалитеты обязаны бороться с большевиком на собственной территории, то есть, неразграниченные земли, какие-то еще, может быть, федеральные земли нагрузят муниципалитет, да, и бюджетные это, бюджетные это надо формировать, формировать его, собственно, наверное, можно за счет штрафов населения, куда федеральное правительство эклонит. У меня здесь такая позиция, позиция неоднозначная, личная, да, потому что мы все не любим, когда нам штраф, за что за скорость приходит. Да, все мы огорчаемся от этого. Вот я как собственник земельного участка, я тоже буду огорчаться, если мне на полу биллиона будет штраф выходить, но с другой стороны, вот вокруг моего участка, которое я обрабатываю уже в вагоне и потратил уже по миллиону рублей денег, находились другие земельные участки, другие собственники, которые не обрабатывают земельные участки, и как их составить, то есть я соседний участок, допустим, где у меня доступен, я сам обрабатываю, потому что это у меня будет вечная трата денег, и как у собственника земельного участка, который очень раковый участок. То есть либо все решают проблему, либо никто. В этой ситуации, конечно, в мае месяц, если мы создадим катастрофу как с привязкой очков ворчевика с точки зрения до метра катастрофу на номер взгляда улучшенка, и администрация района разошлёт за тому языком весьма счастье владельцу земельного участка в мае месяце, о том, что владелец обязан до августа месяца проблему решить, то есть принять меры по поводу с площадь ворчевиком, потому что в августе он осеменяется, и когда я в сентябре вижу, как люди борются с площадь ворчевиком, я понимаю, что опять-таки это такое слово «распит». потому что он уже осеменился, это бесконечный 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 я с радостью заметил, то, что правительство услышало, и в этом году уже в апреле-май уже подрядчики подрядчики определены, и с мая по июнь надо выходить и бороться. Но, опять же, технические задания сформированы на основании визуального контроля, от муниципалитетов. мы в Пушкинском районе сейчас будем участвовать по нашей технологии, тоже пилотный, вот как пилотный проект, развитие пилотного проекта. И мы отцифруем не только те 200 гектар, которые начали победить, значит, и мы отцифруем не только 200 гектар, которые выложены сейчас наукцион, на закупку, мы отцифруем рядом тоже территории, покажем администрации в Пушкинском районе, какая фактическая ситуация. Потому что, я думаю, что процентов ну, ну, может быть, 20 будет сегодня администрация, да, а бороться на 200 гектар, если рядом еще, на 400 гектар. Ну, опять же, бесконечный бизнес. Значит, проблема простая. Заказчики в лице муниципалитета есть, заказчики в лице администрации области. Здесь я не юрист, да, но я понимаю, что головная боль губернатора по этому вопросу имеется. Значит, по сути, идея, идея, вот я уже озвучил два направления, первое направление, это мониторинг частных земельных участников по формированию списков кадастров заработав за разъемным большевиком с высокой точностью, да, потому что мы к этому весьму мы прикладываем фото-клан участников и показываем границы этого участника. То есть, по фотографии, так же, как наши номера на «Весне счастья» начали с ГИБДТМ. Значит, такое же качество расцвета должна идти от администрации, от административно-технической инспекции в адрес частных лиц. Значит, в ауке, в ауке, при повторном обследовании мы видим, если мы весной видим зеленый цвет растений по этому слову «отражительный цвет». То в ауке мы видим зомерки, Тоже это программирование программных работ с ОПО, это уже другое растение с другими свойствами. Мы его математически видим, и вот формирование повторно кадастровых карт с кадастровыми номерами пораженных по черепу является основанием для направления штрафа. Еще раз говорю, что будут фотографии, будет четкая привязка к географическим координатам. На сегодня какая-то фотография, сделанная в ноябре месяце, я считаю, не является доказательством как места права нарушения, так и сути права нарушения. Возвращаюсь, то есть заказчик, я считаю, в лице муниципалитета, в лице области присутствует. Значит, мы направили министру сельского хозяйства и губернатору Хромбук предложение в рамках частного государственного партнерства создать публичную кадастровую карту большевика в Московской области. Работа большая, то есть это около полутора миллионов гектаров. Возвращусь по данным Московской области, поражение большевиков всего 90 тысяч гектаров по Московской области. Но я думаю, что эту цифру надо на 4 умножить. И получить реальный, реальный какой-то контент, то есть 200-250 тысяч гектаров за подвиженное посчитание. По частному государственному партнерству. То есть для компании «Класс Метал», которая является малым бизнесом, у меня 100 человек, небольшая компания, вот полный миллиарда, вот оборот, просто высокотехнологичный оборот, который позволяет развиваться. И развивать, как бы, техническую базу, так вот, и науку финансировать. Значит, компания «Класс Метал» самостоятельно эту работу не на свои собственные средства выполнить не может. То есть мы оцениваем порядка для того, чтобы сделать, допустим, Пушинский район, который был убит в 2020 году, поскольку публично, когда стоит так выключить Пушинского района, и попроситься к 2020 году произвести тоже работу в Московской области, и на цену в свои собственные инвестиции порядка 50 миллионов. И порядка 50 миллионов в рамках частного государственного партнерства или каких-то других механизмов мы просим у области демократовая поддержка, есть поддержка частного государственного партнерства. То есть суммы незначительные в связи, вот, допустим, с Пушинским районом, 20 тысяч гектар сельскохозяйственными землями по московскому, после этого полтора миллиарда гектара. В рамках этих объемов, эти незначительные, весьма стресс-копыльцев. Сегодня вопрос стоит по разделе результатов. То есть наверху в Министерстве сельской хозяйства оно как-то очень адвокировано, и все, что же, значит, вице-губернатор Валерий Нахтар. Но мы не, так как я впервые в рамках того, как в принципе, я сейчас прихожу на столь высокий уровень, то я просто не знаю, как разделение уже, разделение торгов, то есть как инвестирую в сами работы, где это разделение торгов за счет, что он, как формироваться, за счет фиксирования какой-то суммы, но в этом случае я просто подрядчик вижу за счет какого-то процента от штрафа. Ну, вернусь, значит, вернусь к тематике. Муниципалитет в данном случае получает реальную картину, что у него происходит на районе, значит, и получает информацию, как бороться. Либо это пешком надо бороться, либо это какой-то автоматический техник. Значит, эту информацию мы считаем ценой следующее. Значит, ну вот это вот панорамная информация, то есть вот это вот, в мае месяце у меня такая ситуация была на собственной площадке, вот это вот, это все прошли достаточно плохо, но у меня встало, 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 встало еще. Значит, про промежуточные контроли, ну, я уже сказал следующее. Значит, подтверждение, подтверждение работ, то тоже мы сказали, то сказал я, что мы формируем массив, массив землевых участков с пораженных, пораженных морщинков. Следующий вопрос. Так, ну и давайте посмотрим, как мы летаем. Вот последнее, последнее видео. Значит, беспилотный летательный аппарат сформировал полетные задания для агротрона нашего производства, который как раз на агротрон, он получил 20 миллионов, что уже он у программировал. Значит, он, зная очки, вот, что-то его видно, да? То есть это я пахал, это я сел на голедную траву и все равно хватился. Значит, зная очки, он летает именно ворочейков. Важно, что он летает прилив, то есть топологию мы сделали, и он летает на высоте одного метра. То есть если это на высоте трех метров, просто это ветром все сбывается, КПД на 50% минимум понижается. Вот эту технологию, если мы, конечно, выиграли сейчас аукцион, мы применим в Бушкинском районе. Я надеюсь, читаться по ней на каком-либо следующем инвестсоветом, тоже с полной презентацией, поэтому вопросы. Просьба, просьба Кушнинский муниципальный, наверное, поддержать идею по созданию частного государства, подхорства. Мы будем говорить, что если идею возьмем, значит, в рамках того бюджета, который я озвучил, мы сделаем не только вот цифровую платформу публичные для нас трекарства защита, которые позволят и публично собственным участкам наблюдать за ситуацией на этих участках, и всем, что всем, что помыть, и которые позволят формировать какие-то документы муниципалитетам, значит, ну, в общем, такая платформа будет, если тематика пойдет, будут созданы программные, программные изучения и в рамках первого этапа частного государственного попольства, я говорю, что территория Кушнинского района прекрасная, прекрасная площадка, для испытания вот этой платформы. Заметание под спички там, мы видим, во-первых, обрабатывается и не обрабатывается зеленый участок, там очень много мы увидели, мы можем увидеть свалки на зеленых участках, мы можем увидеть карьеры на зеленых участках, скажем, там, лучше двух метров. И здесь вот, почему это, я называю, сфровый платформ, потому что много-много смысла. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо.